Члены экипажа четырех спортивных грузовиков КАМАЗ Мастер, которые представляют Россию на самом сложном ралли-рейде Дакар 2021, состоят из сильнейших игроков. Действующего чемпиона Дакара, победителя ралли «Шелковый путь-2019» и других опытных водителей, механиков и штурманов. Большая конкуренция, сейчас очень большой уровень техники у всех, большой уровень подготовки экипажей, поэтому стараемся за год что-то придумать новое, что-то испытать, внедрить, и не только технически выиграть соперников, но еще и тактически. Конечно, этот год нестандартный, вы все знаете, в связи с пандемией очень было мало выездов, очень было мало тренировок, очень мало удалось что-то в КАМАЗе изменить, но я думаю, это в целом ситуация во всем мире такая, потому что бесследно это не проходит, но тем не менее мы попытались сделать машину еще быстрее, еще более надежной. На данный момент сейчас у нас около 32 участников категории грузовиков, и легкой борьбы не будет, не бывает такого, не бывает легких Дакаров, поэтому мы все предвкушение, предвкушение старта, и уже хочется быстрее поехать и доказать, что КАМАЗ сильнейший автомобиль. Мы начинаем готовиться уже на финише прошлого Дакара, на прошлой гонке, когда только вот она финиширует, буквально на следующий день мы начинаем уже подготовку к следующему Дакару. И я думаю, что у нас машины на хорошем уровне, конечно же мы надеемся на хорошие, рассчитываем на хорошие места, будем все для этого делать, но сами понимаете, спорт есть спорт с каждому элементу, каждому гайке, в душу не заглянешь, как скажем. И автоспорт, он тем более зависит, наверное, на 50, вот 50 это от экипажа, от людей и 50 это от техники. Старт гонки будет 3 января 2021 года уже. До этого все участники прибывают немного заранее в Джиду, в Саудовскую Аравию, и два дня должны отсидеться на изоляции, и после этого уже как раз 3 числа начинаются все проверки. В условиях пандемии готовиться к соревнованиям было непросто, но времени для того, чтобы улучшить техническую составляющую, было достаточно. Российский автопроизводитель КамАЗ разработал новый двигатель экологического уровня Евро-6, в арсенале которого 1100 лошадиных сил. Несмотря на пандемию мы старались готовить, соблюдая, конечно, все условия, требования медицинские, и готовились. Было несколько выездов тренировочных, но все остальное время у нас в спортивном центре происходила подготовка. Кроме серьезной технической оснащенности у команды КамАЗ «Мастер» в роли менеджера выступает пятикратный победитель ралли-марафона Эдуард Николаев. Он знает все нюансы соревнований, а потому именно ему предстоит решать организационные и технические задачи, а также поддерживать моральный дух спортсменов. В этом году предстоит непростой Дакар, второй уже в Саудовской Аравии, где будет представлена команда КамАЗ «Мастер» в составе четырех экипажей. В этом году организаторы обещают очень серьезные изменения в плане навигации, то есть будут сложности связаны именно по штурманским делам, будут выданы индивидуальные приборы перед стартом, что как раз таки осложняет задачу, что штурманы столкнутся уже, допустим, с сегодняшним днем только вот за 15 минут до старта. Это усложняет, да, и это непросто. Ну и в целом Дакар-Саудовская Аравия, он очень сложный тем, что 60% примерно это пески, а пески в ралли-рейдах одна из самых сложных трасс. Поэтому борьба будет в этом году тоже интересная. Думаю, что каждая команда продемонстрирует все свои максимальные возможности и технические, и физические, потому что этот спорт не только, так скажем, технический, он и физический. Потому что это ралли-рейда, ралли-рейда, это марафон, марафонский стиль, где на протяжении двух недель команды будут бороться за титул лучшей команды года. Встретив членов экипажа приехали и представители городской власти. Брест – гостеприимный город, а потому не обошлось без напутственных слов и памятных подарков. Отмечено то, что машины у них, конечно, на высшем уровне, собраны со своим конструкторским бюро, я вам скажу, это, конечно, впечатляет. Я еще помню, когда в 90-е годы мы смотрели по телеканалу, тогда еще было ОРТ, и я впечатлялся Владимиром Чагиным, который завоевал тогда, если я не ошибаюсь, второе место на этом марафоне, и тогда это уже впечатлило. Не буду скрывать то, что, конечно, мы болеем больше, болеем за свою команду, которая у нас два экипажа, МАЗ, Автоспорт участвует. Хочется пожелать, прежде всего, ребятам, конечно же, спортивной удачи, зеленого света, шершавой дороги, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, и что все у них получилось. И, как говорится, побед, побед и побед. Успешное преодоление самого сложного ралли-рейда планеты «Дакар-2021» – отличная возможность испытать технику и повысить узнаваемость автомобильного бренда, а также проверить человека на выносливость.